На дорогах Сызрани не всё так гладко. Ямы стали главной проблемой для автомобилистов. Попадая в ямы, машины повреждаются и ускоряется износ. Что это за качество асфальта, если он не может пережить зимы и вообще быстро разрушается? Этот вопрос стал основным для проверки подрядчиков, которые укладывали асфальт. Городским комитетом по строительству и архитектуре создана комиссия, которая в апреле даст оценку Сызронским дорогам, отремонтированным за последние пять лет. Дороги находятся на гарантийном ремонте, поэтому подрядные организации продолжают нести ответственность за качество асфальта. У нас есть баланс содержатель дорог. Комитет жилищно-коммунального хозяйства, который несёт бремя ответственности за содержание и сохранность муниципального имущества, в том числе дорог. Они выезжают комиссионно с контролирующими оргами ГИБДД, с разными структурами, с депутатами. Выезжают и определяют того, где необходимо делать дорогу, где наиболее разначимые, есть социально значимые объекты, большие разрушения покрытия. В муниципальном учреждении Сызронь-Стройзаказчик сообщили, что водители жалуются на дефекты асфальтового покрытия на улицах Яромасова и Красильникова, где капитальный ремонт был в 2019 году. Комиссия намерена провести детальную проверку каждого участка. Если мы такие недостатки выявляем, мы направляем протокол, акт подрядной организации с указанием претензий, с указанием сроков устранения данных недостатков. Были такие ситуации, когда подрядчики отказывались делать, мы подавали на них в суд. Асфальтовый завод заработает лишь к лету, поэтому весной городская администрация выделила более 30 миллионов рублей на ямочный ремонт с помощью рециклера и заливки асфальта картами. Причем, если заплатки на ямах вылетают, то подрядчику грозят штрафные санкции. Да, безусловно, данные работы, которые они уже проводили и не соответствуют технологиям, если в тех местах у нас заново появляются выбоины, то они будут эти места переделывать. Соответственно, сумма выполненных работ по этому объему им оплачена не будет. В настоящее время городские власти работают над привлечением дополнительных средств из областного бюджета на капитальный ремонт дорог. Пока областное министерство транспорта выделяет Сызрани 205 миллионов рублей. Но город считает, что это очень мало и хватит на асфальтировку всего 6 километров проезжей части. В связи с этим глава Анатолий Лукиенко обратился к губернатору и Дмитрий Азаров поручил Минтрансу рассмотреть возможность выделения дополнительной субсидии. Сызрань запросила вдвое больше – 400 миллионов рублей. Анатолий Волошинский, Дмитрий Медведев, Вести детально.